Здравствуйте, друзья! Сегодня третий и последний выпуск наших бесед о царствовании царя Ивана IV, Ивана Грозова на XVI веке. И большая часть XVI века – это царствование Саня Ивана IV со всеми своими сложностями, воинствами, может быть, и политиками, какими-то сторонами, о чём мы и говорим с вами. И вот что же современники этого царствования, что же они наблюдали в московском царстве, какие перемены, какие события, каковы были их оценки происходившего. Но зато можно начать, наверное. Да, это резонная постановка вопроса, потому что у нас много измышлений всяких. Люди сейчас рассуждают так, как будто они жили тогда и начинают придумывать что-то. Да, именно надо начать со свидетельств современников. И причём я бы начал со свидетельств иноземцев, которых, кстати, многие у нас в России сейчас обвиняют в том, что они очернили, охаяли память царя. И отчасти это верно, но только надо вот что сказать. Люди же разные и у нас, и во всём мире. И надо смотреть конкретно, какие современники и что свидетельствовали. Дело в том, что начнём с того, что не все иноземцы ругали царя. Есть и очень высокие оценки. Например, некоторые итальянцы очень высоко оценивали государя. Ну, допустим, фланетийский кубец Тедальди, он просто защищал, можно сказать, государя. Это второй период его правления. Вообще, все положительные царки. Марко Фаскарино, то ли это действительно он был венецианский посол, то ли это за его именем кто-то написал, там тоже было высокие. Но опять, это всё 60-е годы. Вообще, надо вот на что обратить внимание. Надо разделить памфлеты, где явно чернят государя сознательно. И, например, такие источники, как, ну, допустим, свидетельство дипломатов, направленных из других стран. Ведь им не нужно было выдумывать, им нужно было своему государю донести то, каков на самом деле этот человек, чтобы с ним иметь дело. В СССР они отвечали за то, что... И вот, допустим, я приведу пример вот австрийского посла Даниила Принца фон Бухау, который прямо вот описывает, каков он был в 70-е годы. Вот какой цереминиал, какие яства там, какие у него подданные. И он, между прочим, пишет, он так склонен к гнигу, что, находясь в нём, испускает пену словно конь. И приходит как бы в безумие. В таком состоянии он бесится также и на встречных. И дальше он пытается это объяснить. А почему так? Жестокость, которую он часто совершает на своих, имеет ли начало в природе его? Или в низости подданных? Я не могу сказать. Вот он честно говорит, да, он бывает очень бешеным, бывает очень жестоким. Я не знаю. Выглядит почти как апология. Как апология его жестокости. Потому что поведение ненормальное. Ну нет, тут нет апологии. Он просто спокойно свидетельствует о том, что там происходит. Хотя можно его смотреть, может быть, в каких-то моментах. Тем более он же не жалел подданных царям. Он не жалел разрушенных городов. И надо ещё вот что отметить. Сам-то царь Иван. То есть почему нельзя ещё отвергать их свидетельств? Ну а что они совпадают с некоторыми русскими свидетельствами? Например, вот плохо пишут о царе его бывшие опричники Круза и Тауэй. Но то, что вот слова митрополита Филиппа, обличающего государя, они приводят. И то, что есть в житии митрополита Филиппа, это совпадает почти 100%. Ну там незначительные стилистические различия. А ведь они писали и те, и другие русские, так сказать, а географы и эти опричники независимо друг от друга. Они даже не знали о существовании друг друга. Поэтому это же свидетельство о том, что там немало достоверного есть. Наряду с клеветой и явным злопыхательством. И ещё интересный момент. Ведь вопреки тому, что часто многие говорят, что царь Иван, потому что он сделал сильное государство, подобно ненавидим иноземцами, он-то сам иноземцев всячески привечал. Он, наверное, многих немцев поселил около Москвы. Многих из них брал на свою службу. А бричное войско было во многом войскам у иноземцев. Там значительное число было иноземцев. Меньшая, кажется, явная часть, но они были. И он даже врачей принимал, потому что на что был подозрительным. И их использовал, иноземных. И он вообще, знаете, предвосхитил отче наших современников в одном очень интересном аспекте. Да, да, да. И даже мечтал туда уехать. Он планировал, не только жениться на родственнице царицы королевы Великобритании Мэри Гастингс, но даже его отплыть туда. Он даже подготовил много добра для того, чтобы туда плыть. Хотя это было очень опасное путешествие вокруг Скандинавии. И для самих британцев опасное. Они там гибли, когда плыли на Руси. Немало их погибло. Но только в наше время начали отъезжать. Даже некоторые наши соотечественники эту мечту воплотили и десятками тысяч отправились в Англию. А первым был царь Иван, который туда хотел попасть. И это несмотря на то, что это еретики отпавшие к христианской традиции. Свидетельствует его отношение к его подданным. Ведь вот это вот как раз об этом-то и идет вопрос. Безответственная власть или ответственная власть? Монарх собирается недоволен своими подданными и решил убежать. Тут трудно сказать. Тут может быть и мания преследования. Тут может быть и потому, что он же убивал многих. А причники же как делали? Они же пытали, они же мучили. Там сажали на кол. Это совершенно достоверное свидание. Там сжигали в огне или там сажали в котел и кипела вода до тех пор, когда не погибал осужденный. Уж там надыбе ломали, резали их всяко. Это у них называлось таким общим понятием отделали. Отдела настойка. Отдела настойка. И это христиане, кстати, сказали. Это православные христиане, которые хотели показать свое благочестие. Так вот, государь считал, да, что он имеет право, бежавшему в Литву князю Андрею Корпскому писал, что да, я имею право все, что угодно, делать со своими подданными, а Бог меня только потом будет смотреть, прав я или нет. Он оправдывался как бы заранее будущими успехами и усердием перед Богом. И он, видимо, как бы изменил представление о правлении. Он пытался найти другую, я бы сказал, формулу власти. Если раньше надо было править в соответствии с обычаями и с верой Христовой и ее заповедями, все-таки боялись нарушать, то царь Иван считал, раз он царь, раз ему такой он потомок великих правителей, раз ему вверена такая огромная власть, то он сам может как угодно распоряжаться. И когда его обличил митрополит Филипп Ковачев, который, да, в конце концов был задушен, видимо, по приказу царя, по крайней мере, он Малюту Скуратова, который это сделал, никак не наказал. Следовательно, когда митрополит Филипп его обличал, за то, что ты делаешь, принимаясь на себя образом учителя, он ему величаво отвечал, что ты, чернец, вмешаешься в наши царские дела. Вот, 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 как раз об этом-то и говорит тот самый документ, который мы с вами цитировали, доклад Архиерейскому собору, где подчеркнуто, что прославление царя Ивана IV, его, как бы сказать, апология, сводится к оправданию принципа неограниченной, в том числе моральной, религиозной, политической власти. Вот, это неограниченность или безответственность и приводит к такого рода катастрофам на уровне всего, на всего народа, всей нации. Да, и ведь какие, какие, какие последствия, вот мы сейчас поговорим о последствиях, страдали не только, например, жители Новгорода или Москвы. Кстати, Москва ведь была тоже опустошена, Москва ведь, старая Москва, какая она была до этого, была уничтожена, по сути дела, уничтожена двумя пожарами. Сначала в начале правления, но это можно считать еще, что он не виноват тут, но когда в 1571 году к Москве прорвались крымские татары, то виноват уже был и сам царь. Почему я так говорю? Потому что он очень ослабил южные рубежи, я уже говорил, все ресурсы он сосредоточил лучше на севере, вот в Вологде, в частности, у него была такая, как бы, запасная столица на случай неприятностей, а Юг был, вот там было земское вот это правление, земство и опричное, земщина, вот эти земские бояре, они-то и были настоящими основателями Орла, поэтому надо бы им скорее памятник поставить, конечно, там говорилось по приказу государя, но это общая формула, по приказу царя, а строили-то они, и то недостаточно на эти усилия оказались, и в результате, что окрестности Москвы и Новгорода, да и сами эти города, были опустышены страшно, там приводят, даже некоторые пытаются, историки посчитать в процентах, что 16% осталось населения вокруг Москвы, 13% около Новгорода, ну это невозможно посчитать так точно, но ясно, что большая часть населения погибла, это же страшный результат, потом была война, к чему привела, пришлось со Швецией заключать миф, в 1583 году, Русь потеряла выход к Балтийскому морю, и уже на узкой полосе, там даже, у Невы, где Нева впадает в Балтию, пришлось оставить все земли Ливонии и Литве, которые были заняты, много лет воевали, и пришлось отдать это назад Польше, да, и только героизм псковских жителей спас и Псков от поездки, от разгрома, да, от того, чтобы, там был очень энергичный польский король, Стефан Баторий, который Псков стурмовал, но в осенье Русь устояла здесь, в результате страна была опустушена, многие жители бежали даже из центра на юг, вот, и еще одно последствие очень тяжелое, царь, так сказать, нанес удары по своей собственной семье, ведь погиб его сын Иван, хотя многие сейчас уже отрицают, что это вина отца, но отрицают на пустом месте, они каких-то даже с этого нет. Нет, но большинство источников, кстати, и русских, и зарубежных, сообщает, что он был виноват, потому что, тут посвенное свидетельство, он уже дважды разводил своего сына с их прежними женами, и поводом к конфликту было что, вот когда он его ударил, роковой удар, он ударил свою невесту, беременную, беременную, она потом преждевременно родила ребенка, который погиб, тут уже и царевич заступался за нее, вот, то есть царь губил свое наследие, да, царь вел себя совершенно неразумно, не говоря уже про его многочисленные браки и разводы, это же тоже не могло быть. Браки и разводы не только маленькие верхушки айсберга страшного сексуального разврата. Да, к сожалению, это так, вот русский источник говорит в русских летописях даже, что после смерти царицы Анастасии в 1560 году он стал яр и прелюбовействен взялом. Ну, это же не иностранцы сообщают. Поэтому вот это гордыня, наверное, которая владела царем, его желание достичь величия, избавить себя от всякого критики, от всякого, от всяких несчастья, от всяких как бы советников даже, она привела к страшным результатам. Избавить себя от ответственности. И вот, я еще что хочу сказать. Есть свидетельство, есть размышления одного историка 19 века. Это польский, правда, историк, новодворский, но он очень интересную вещь пишет. Он, конечно, не может быть доброжелательным царем, но он пишет о том, какой вывод сделала польская элита по итогам его правления царя и особенно войн. Она пришла к выводу, что Русь ослабела настолько, что можно нанести по ней удар и московское государство полностью подчинить себе. Эта попытка и была сделана, это выходит за рамки нашей темы уже в начале 17 века, но это тоже было следствие правления в результат внешней слабости, потому что опричное войско никуда не гонилось, своих грабить в Новгороде они это делали успешно, а воевать против крымчаков они не могли. Да, они и в Ливонии тоже не всегда успешно воевали. И внутренний разлад, вот эта смута, которая была в сердцах русских людей в начале 17 века, это был результат таких страшных кровавых ран, которые были нанесены на рождающиеся российской нации таким вот правлением. Можно такое, наверное, и сделать. У всех я призываю прочитать документ, доклад собору русской церкви 2008 года о царе Иване Грозном. Это написано сжатым, но очень красноречим языком. Я цитирую сейчас не буду, но все желающие могут Я еще хочу сказать два слова. Уроки этого правления, всех ошибок и как бы заблуждений извлекать было необходимо, потому что вот в чем проблема. Царь Петр, да, и потом император Петр считал царя Ивана образцовым и хорошим примером. Сталин уже в 20 веке его восхвалял. Он считал, что единственный может быть человек из крупных экспертов по этой теме, который считал, что беда царя была, что он слишком недостаточно был жесток. Надо было более быть жестоким. Ну да, большевики погрохали гораздо больше. Не десятки и сотни тысяч, а миллионы. И наконец, вот сейчас, когда царя пытаются опять выставить образцом для подражания и чуть ли не святым, это тоже может грозить нам большими проблемами. Мы можем похвалить его за успехи, но заблуждения и грехи, преступления, это совсем другое дело. Это нужно избежать. Нужно, мне кажется, пролить разницу между высказываниями Сталина, самого тирана, по заказу которого придворные в кавычках историки писали лживые исторические обзоры царствования Ивана IV и нынешних прославителей Ивана IV, которые просто провокаторы. Вот это вот некоторая доля невежества, о которой мы вначале говорили, люди, что они не знают, не представляют себе. Некоторым кажется, что город Санкт-Петербург был еще основан при Иване IV. До такого даже доходит. Наличие вот этих вот странных, безумных и невежественных мыслей у некоторых наших современников приводит к расшатыванию нашей нынешней государственности. Приводит к тому, что нынешняя наша власть, сколько бы она ни была, их цель, естественно, ее раскачать, разорвать, делать так, чтобы Россия последовала примеру некоторых наших соседних стран, которые испытали на себе вот этот вот анальхический кризис, или как там назвать, с тем, чтобы у нас прошло примерно то же самое. Вот их задача. Или же, как они, я думаю, не такие наивные люди, подтолкнуть эту власть к тому, чтобы она действовала по примеру грозного царя, что было бы для нас совершенно неприемлемым и еще более катастрофическим. Я не думаю, что нынешнюю власть можно подтолкнуть к такому. Но они надеются. А я предполагаю, что их надежда в том, чтобы подорвать основу нынешней власти, чтобы население России утратило доверие к нынешней власти, поскольку, поскольку нынешняя власть недостаточно последовательно подражает Ивану Грозному и его безобразиях и безответственности. Вот где может быть здесь ключик. Вот где может быть как бы сказать ахиллова пята наша. Ну, здесь есть о чем мы поразмыслив. Да, но это уже вот последствия, которые сказываются сегодня, в 21 веке, через 500 лет после 16-го. Спасибо, друзья. Я надеюсь, что мы продолжим наши исторические беседы, посвященные разным персонажам и разным периодам нашей истории. Всем вам всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова